Всем привет! Я хочу поздравить вас с наступившим 2021 годом и надеюсь, он окажется намного лучше и успешнее 2020. А сегодня в качестве подарка моим зрителям я покажу очередной выпуск рубрики обзора работ моих зрителей. Если вы тоже хотите попасть в эту рубрику, то присылайте свои работы на почту или в личные сообщения ВКонтакте. Но на почту будет намного эффективней. Итак, представьте, что вы идете по выставке, а я просто рассказываю свое первое впечатление о поведенной модели. Итак, поехали! А если вы хотите собрать похожую модель, что и сделали мои зрители, то такие модели можно купить в магазине Я моделист. Итак, первую работу сегодня прислал Влад из Перми. И это отечественный БТР-82А в 35-м масштабе. И для первого опыта постройки такой машины у него получилось довольно неплохо. И на мой первый взгляд, мне кажется, что она уж слишком потертая. Сколько я не видела фотографий подобной техники, но в жизни так сильно краска никогда не стиралась у таких БТРов. Тут явно автор переборщил с этим. По мне, если бы Влад сделал бы ее чистой и не такой облезлой, пусть даже без каких-либо приемов тонировки, то машина смотрелась бы гораздо круче. Я, кстати, раньше тоже страдала этим. И некоторые мои ранние работы выполнены тоже чересчур облезлыми. А это Игорь из Донецка. И делает он миниатюры в очень редком в современном моделизме направлении. Диорама с животными. Причем, что самое интересное, животных автор делает сам с нуля. И, судя по всему, масштаб композиций примерно 1 к 72 или, может быть, даже чуть меньше. Эти работы мне прям навеяли воспоминания о моей самой любимой книжке, энциклопедии про животных в моем детстве. Еще интересная работа от Игоря – это вот такой неведомый зверь. Дракон, наверное. Что-то из восточной микрофологии, скорее всего. И эта работа сделана, знаете, из чего? Из обычной туалетной бумаги. А это Виталий из Нижнего Тагила. И он прислал модели мотоциклов. Это Дукатти и Хонда. Мне больше всего понравилась Хонда. Этот мотоцикл более народный, что ли. И окраска у него получилась немножко удачней. Очень классно окрашен двигатель и все хромированные детали. А у Хонды, мне кажется, не до конца отполированы некоторые детали. Что немножко упрощает вид спортивного мотоцикла. А это Сергей. И прислал он, наверное, самый первый собранный Ил-2 в 48-м масштабе от звезды на просторах интернета. Наверное, тот Ил-2, что был на обложке М-Хобби, был только первей. И да, ребята, мне что-то в последнее время мало присылают моделей самолетов на обзор. Неужели авиационная тематика не так популярна среди моих зрителей? Хотя сборка и окраска ветерана Ла-5 неплохо зашла. Кстати, такой Ил-2 у меня тоже есть. И, наверное, я его буду собирать на канале. А по модели я могу сказать, что Сергей сделал ее на достойном уровне. Тем более, автор сам имеет прямое отношение к авиации. И стоит отметить, что у модели классно проработана кабина. И в 48-м масштабе это сделать намного проще, нежели в 72-м. Вторая работа от Сергея это автобус пас-вектор в 43-м масштабе. И это очень редкие наборы смолы. Так что модель у Сергея получится эксклюзивной. Такие машины можно видеть каждый день, например, в Подмосковье. Они используются в междугородних перевозках по области. И в Сочи такие автобусы тоже ходят. Правда, я их не очень люблю, так как в них сбивается очень много народу. А моделька у автора получилась очень удачной. Единственное, что меня немножко смущает, это фары. По-моему, на прототипе они были несколько иные. Теперь Дмитрий прислал свою работу. И это танк Бурлак в 72-м масштабе. Очень интересная ветвь развития отечественного танкостроения. Вот вам, кстати, лайфхак. Если у вас дома проблемы с местом, где снять модель с хорошим освещением, то берите ее на улицу и делайте как Дмитрий. Модель получилась очень оригинальной. Только мне не очень понравился пиксельный камуфляж. Да, я отлично понимаю, что его очень сложно делать. Особенно в 72-м масштабе. Но пиксели получились довольно крупноватыми. Очень любопытную модель прислал Александр. Это еще один мотоцикл в сегодняшнем выпуске. Хонда в 12-м масштабе. В простонародье такой байк называют макакой. Помимо великолепного исполнения модели, я хочу обратить внимание на качество съемки. Модель фотографировалась на смартфон Huawei в фотобоксе. И что самое главное, удачно подобраны ракурсы. На модели шикарно проработан двигатель. И цвета действительно создают образ мотоциклетного мотора. И очень мило смотрится цифровая панель приборов. Видимо это декаль. Если честно, помимо модели, мне очень нравится и сам прототип. Я люблю небольшие мотоциклы. Сергей прислал модель Шилки. Модель новинка от звезды в 35-м масштабе. Тут автор решил сфотографировать свой результат под естественным освещением. То есть солнцем. По мне такой вариант съемки не самый лучший. Ведь создается слишком много теней. И поэтому сложно оценить то, как автор сам их изобразил на модели. А теперь давайте поговорим о самой модели. И она получилась довольно-таки на хорошем уровне. Приятный камуфляж и ненапрягающий визеринг. Правда с загрязнением траков вышло что-то не то. Траки получились плосковатыми. Ведь грязь это один из немногих способов, при помощи которых можно сделать траки более объемными. А точенные стволы всегда делают модель более реалистичной. Единственное, что мне не очень нравится, это толщина антенны. И получилась она слегка немасштабной что ли. А это Марсин. И он занимается бумажным моделизмом. И прислал на обзор очередную свою работу. Это Т-34-85 в 25 масштабе. На модели есть визеринг, сколы до ржавленого металла. И с учетом того, что танк уже послевоенный, вполне вероятно, что он стоит где-нибудь на складе хранения военного имущества. И ждет своей очереди на списании. По-моему, такие сколы считаются вполне уместны. Тем более, что Т-34 сняли с вооружения, наверное, в 80-е годы прошлого века. Единственный минус модели – это странная маска пушки. Я ее не узнаю. По-моему, на Т-34 была другая. Владимир прислал модель внедорожника Toyota Hilux от Mengo в 35 масштабе. Я сама, когда делала эту модель, думала сделать ее как военную машину, такой матовой. Или подумывала сделать ее как полноценный автомобиль, глянцевый, слегка полированный. Но у автора получилось что-то среднее, и не матовое, и не глянцевое. Такая краска не очень характерна для подобных машин. Или я просто придираюсь. Модель собрана очень аккуратно, но канистра в кузове лежит довольно сиротливо. По мне, либо стоило сильно захламить багажник, либо сделать его пустым. Тем более, что в Менговском наборе было очень много всякого хлама для этих целей. Кирилл обожает ламбы, о чем он мне написал в своем письме. У него уже 21 ламба в коллекции. Я, как не эксперт в автомобилях этой марки, думала, что на самом деле у них моделей поменьше. Хотя, если взять вместе с концепт-карами, спортивными вариантами, то семейства ламб будет намного больше. Вот, например, взять ту же ламбу-кроссовер. Кирилл сделал модель Lamborghini Raventon. В 24 масштабе модель окрашена по классическим для автомобилизма технологиям – эмалевыми красками. Что любопытно, автор использовал именно тот оттенок краски, который непосредственно красят такие модели на настоящем заводе. Модель вышла у него на очень высоком уровне, но фотографии, на мой взгляд, подкачали. Мне кажется, что такие модели надо фотографировать не свысока, а как бы на уровне бампера. Тогда модель будет казаться еще более агрессивной, что, видимо, и хотели создатели такой машины. Даже на рекламных буклетах ее фотографируют с нижних ракурсов. Хотя машина и так очень низкая, и явно она ниже человеческого роста. Владимир прислал модель вертолета Mi-24 и, судя по всему, в 24 масштабе. И что я могу сказать? Автор явно не попал в цвет машины. Оттенок зеленого получился слишком, на мой взгляд, ядовитым. На модели присутствует шангрень. Видимо, модель красилась не с правильными настройками аэрографа или краска была слишком густой. Такое бывает. Перед нанесением краски из аэрографа на модель, я советую вначале попшикать краской на бумажку, чтобы понять, что краска идет нужной вам консистенции. На модели видны характерные плевки краски. Или модель красилась краской с очень большим зерном пигмента. Но зато, кстати, двигатель покрашен на модели вполне аккуратно. Но автору есть куда расти. Игорь продолжает наше видео с моделью корабля. И это императорская яхта Штандарт. В масштабе 1 к 130. Модель получилась длиной почти метра. Это действительно огромный макет, сделанный полностью из дерева. На модели отлично проработаны различные мелочи, характерные для таких кораблей. Но есть где и покритиковать автора. Я, конечно, могу путаться в терминах, потому что я не спец в флоте. Но ватер-линия, если я правильно так назвала этот элемент, у нее окрашен не очень аккуратно. По-моему, на прототипе должна быть прямая линия. Видимо, тут она рисовалась вручную. Но я бы для этого использовала, например, кусок скотча, чтобы получилась прямая линия. Феликс прислал интересное исполнение МАЗ-200 от ЭВД. Наконец-то в этом обзоре появилась модель от ЭВД. Автор тут демонстрирует, как выглядит модель до и после покраски. Кстати, очень любопытный ход. Модель в таком стиле всегда привлекает внимание. Но сиротливая единственная палета с кирпичами навеивает грусть. Наверное, лучше было бы показать ту сторону, полностью загруженной кирпичом. Из коробочной покрышки МАЗа смотрится не очень. И я это замечаю даже по своим моделям. А за идею автору, безусловно, зачет. Денис прислал свою работу. Это немецкая передвижная радиостанция на шасси грузовика Круп в 35 масштабе. Тут я хочу немного покритиковать работу. Надеюсь, что благодаря этой критике автор улучшит свои навыки в моделизме. Во-первых, что бросается в глаза. Следы клея на стеклах. Их надо обязательно убирать. Второе, машина в целом показана грязной, но между двумя задними мостами грязи нет. Что выглядит довольно странно. Есть следы сколов до металла на некоторых элементах, которые сделаны из дерева. Что тоже неверно и сразу бросается в глаза. Не очень понятно, почему покрышки на крыше загрязнены так же, что и на самом грузовике. Этот момент тоже не очень понятен. Также хотелось бы разглядеть внутренности кузова. Посмотреть, как там сделано радиооборудование. Ведь в базовой модели фирма ICM его не дает. В целом, автору есть куда стремиться. И желаю ему дальнейших успехов. Иван прислал модель французской самоходки на танковом шасси в 35 масштабе. Автор сообщил, что модель окрашена кистью. И окрашена она действительно на высоком уровне. Характерных мазков кисти вообще не видно. Очень любопытно смотрится боеукладка самоходки. Это, можно сказать, фишка модели. Но пулемет выглядит не очень убедительно. Слишком блестит, что ли. И да, это очередная загрязненная модель в сегодняшнем видео. Тут грязь, как говорится, на любителя. Кто ее любит, а кто ее нет. Но самоходка вышла неплохая. Вячеслав прислал модель корабля Конго в 350 масштабе. На фото, что сделано на подоконнике, видно, насколько модель крупная. Поэтому я боюсь браться за корабли. Во-первых, они большие и занимают потом очень много места. Посмотрите, вместо этого одного корабля можно поставить 3-4 танков. Даже если не больше. Но модель действительно смотрится очень шикарно. И, наверное, такие модели должны стоять не на общей полке с другими моделями, а как-то отдельно, чтобы показать монументальность этой работы. А работа проделана кропотливая. Особенно взять вот эти разнообразные ограждения, коих здесь действительно очень много. И, наверное, не хватает немного темной смывки на палубе, чтобы она смотрелась не столь однородной. Иван прислал модель немецкого самолета Arda в 48 масштабе. И вообще, относительно авиации, мне очень нравится 48 масштаб. Но самолет Веркулес в этом масштабе я точно не стала бы строить. Модель аккуратно и довольно приятно окрашена. Аккуратно окрашен фонарь, что частенько вызывает сложности у неопытных моделистов. Но в целом самолет смотрится очень однотонно, особенно крылья. В этом и есть сложность авиамоделизма. У таких моделей много плоскостей и почти нет рельефа. И чтобы модель смотрелась интересно, многие используют разные приемы. Например, пришейдинг, создавая тени на расшивке. Поэтому советую автору обратите на этот прием внимание. И еще один корабль у нас сегодня на обзоре. Сторожевой корабль Туман в 350 масштабе прислал Алексей. Модель выполнена из бумаги и картона. Учитывая материал, из которого она делалась, модель получилась очень классной. Вообще, я считаю, что работать с бумагой намного сложнее, чем с пластиком. Но автор отлично справился со своей задачей. Модель у него вышла замечательной. Особенно вооружение корабля. Владимир прислал модель самоходки. Модель покрашена в немецкий серый. И хочу сказать, что это один из моих любимых цветов. И с ним всегда легко работать. Так как легко получить все оттенки серого. А мы их знаем, что больше 50 это точно. Плюс с серым цветом смотрятся хорошо разные цвета смывок. И при помощи фильтра легко добиться нужного оттенка. На модели не очень удачно выполнены сколы краски. Они сделаны крупными линиями. Такие сколы появляются, когда краска начинает отколупливаться. Что с этой самоходкой быть не могло. Так как они не сильно долго жили на фронте. А вот сколы, появившиеся в результате рикошета снаряда, вполне имеют право на жизнь. И они должны быть прямыми. Так что автор уже освоил аккуратную окраску модели. Пора переходить и на следующий шаг. Удачи! Михаил прислал модель танка ИС-3 в сотом масштабе. И сразу замечанием. Я считаю, что чем мельче масштаб модели, то надо брать более светлые оттенки краски. Например, автор, скорее всего, взял классический защитный цвет. Но мне кажется, что стоило бы в него добавить немножко белого. И тогда бы модель можно было бы разглядеть. А еще автору стоит обратить внимание на соединение верхней и нижней половины корпуса. Там видна щель. А сама модель довольно аккуратно покрашена кисточкой. А еще модель сильно блестит. Такой блеск можно приглушить матовым лаком. Так что удачи в следующих стройках. Алексей прислал на обзор модель локомотива. Но сегодня прям разнообразный обзор. И мотоциклы, и автомобили, и самолеты, и танки, и корабли. И вот еще локомотив. Чисто черный цвет особенно труден в работе. На нем тяжелее показать неоднородность рельефа модели. Почти невозможно сделать смывку. Я видела в интернете, что на таких моделях делают смывку бледно-серым цветом. Что, наверное, верно в этом случае. На этой модели неплохо выполнен паровоз. Но к основанию у меня есть претензии. Оно как бы совсем однородно, что ли. Хочется некого разнообразия щебенки. Ведь в жизни она разных цветов. От темного до белого. Когда она смешивается, то получается вообще разнообразие цветов. И модели я бы добавила немножко следов от дождя, чтобы разнообразить плоские поверхности. Сергей из Иркутской области прислал модель аэродромного топливозаправщика ТЗ-22 на базе колоритного КРАЗа с полуприцепом цистерны от АВД в цветах аэрофлота. На модели очень аккуратно, без фанатизма нанесены следы эксплуатации. Что логично, ведь аэродромная техника редко бывает грязной. И за ней всегда хорошо следят. А КРАЗ сам по себе очень харизматичная машина. Да еще в такой окраске, которая, к слову, выполнена очень аккуратно. Так что это отличная работа. Андрес из Эстонии прислал модель королевского тигра с башней фирмы Порше. Нет, такая башня не придавала танку большей скорости, к счастью. Кстати, обратите внимание, что модель у автора хранится в прозрачном боксе с подсветкой, прям как в музее. И думаю, многим моим зрителям понравится такой подход к хранению модели. Но я считаю, что травку можно было бы посадить и настоящую. Например, использовать сушеный укроп. Так композиция смотрелась бы немножко реалистичнее. Илья из Северной столицы прислал модель танка Т-34. Но какой выпуск моделей моих подписчиков без Т-34 или тигра? Илья сделал очень добротную модель танка. Очень понравилась скатка брезента. Очень живо с ней смотрится модель. И обратите внимание, как автор выделил грани танка. Он смотрится прям как железный. Ведь Илья, скорее всего, просто провел по граням грифелем простого карандаша. Надеюсь, вам понравился сегодняшний обзор. И если вы хотите, чтобы и ваша работа попала в выпуск, то присылайте 5-7 фотографий своей работы мне на почту или в ВК. Так что все ссылочки увидите в описании. Увидимся на следующей неделе. До новых встреч. Пока-пока. И заранее хочу сказать, что не все работы попали в выпуск. И вы уж меня простите, но работ там очень много. И мне хотелось выбрать наиболее интересные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...